Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрый день, Дмитрий, вы меня слышите? Здравствуйте, да, слышу. Ну, уровень лука хороший? Да, все хорошо. Ага, конечно. Спасибо. 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 И кодовое расстояние сейчас, опять же, неважно. И длина кодового слова тоже неважна. Но, значит, я напомню, как вообще устроена конкретинация. Да, прошу прощения. В качестве внутреннего кода, что важно, в кодах Вазенкрафта мы берем внутренний вот этот код на границе Гильберта. То есть с оптимальными, с самыми лучшими параметрами, которые мы вообще можем гарантировать с помощью жадного алгоритма. Вот. А теперь, так вот идея... А, да, прошу прощения. Значит, ну, как устроены кодовые слова? Значит, мы берем у внешнего кодовые слова внешнего кода. Ну, это, значит, последовательность из два степени к символов. Каждый символ, значит, из два степени к буквы алфавита. Ну, иными словами, значит, мы воспринимаем наше сообщение битовое, как разделенное на блоки. Каждый блок имеет длину к. А всего блоков два степени к. То есть вот так мы глядим на эти самые, на кодовые слова этого внешнего кода Рида Соломона. А дальше мы каждое из этих кодовых слов кодируем вот этим внутренним кодом. Ну, и, получается, вместо к большее количество символов, то есть, получается, более длинное битовое стройки. Вот так устроен вообще каскадный код, в частности, значит, код формы. Но новое состоит в следующем, что вот эти вот отображения будут теперь разные. То есть здесь мы применим один код, код c1, здесь c2, а здесь там c2 степени к. Вот так будут устроены кодовые слова нового кода Форна Юстесена Возенкрафта. И более того, в качестве вот этого внутреннего кода, c2, ну, не одного кода, там много кодов, мы будем использовать код Возенкрафта. Значит, я напомню, что у кода Возенкрафта длина кодовых слов вдвое больше длины сообщения, поэтому сейчас можно уже конкретно сказать, что мы будем использовать вот здесь W, код Возенкрафта, но не один, а для каждого блока свой. И более того, значит, Юстесен придумал, какие именно коды использовать, а именно можно сделать так. Вот у нас, я напомню, что такое код Возенкрафта. Значит, мы берем код Возенкрафта c-альфа задается числом альфа, это элемент в поле из два вцепняка элементов, и сообщение из x, и сообщение x, которое мы воспринимаем, с одной стороны, это последовательность из к-бит, а с другой стороны, мы будем понимать, что это элемент в поле из два вцепняка элементов. И вот она кодируется самим x, то есть x дублируется, и x еще умножается на альфа. В результате получается вместо k два к битов. Вот, и тем самым параметры получаются k и 2k, как я говорил, и для большинства альфа получается хороший код на границе Вильберта. Это вот теорема Возенкрафта. Так вот, этот код мы будем использовать для всех альфа, перебирая все возможные два степени k разных альфа. То есть для блока номер один, я напомню, что блок номер один, это в коде этого самого Риде Соломон, это значение исходного многочлена, которое воспринимается как сообщение, в первой точке поля, второй блок на второй точке поля. То есть по существу вот каждому блоку соответствует некоторая альфа. Ну и вот мы берем это первое альфа, один, два и так далее, всего два степени k элементов. И получается вот такое слово. То есть все это можно описать без ссылок на всякую конкатенацию. По существу речь идет о чем? Что вот у нас сообщение это многочленное. Да, давайте посмотрим, прежде всего, что у нас получится, если вот так сделать. В результате конкатенации двух кодов у нас будет длина кодовых слов, значит, k на 2 в степени k плюс 1. Скорость передачи, ну, у нас будет одна четверть, потому что одна вторая, одна вторая, значит, будет k на 2 в степени k минус 1 наоборот. Ну, а кодовое расстояние близко к тому, который у кода Forney, мы не будем писать, его не так просто посчитать. Вот такой будет код, значит, Forney, Eustace, Rosencraft. Вот, и значит, если его описывать без всякой, так сказать, напрямую, то, значит, сообщение будет многочлен p от x от одной переменной. Значит, коэффициенты этого многочленного берутся из поля 2 в степени k элементов, а степень, ну, степень примерно половина, приблизительно там 2 в степени k минус 1. Ну, более точно даже можно написать, значит, степень 2 в степени k минус 1 минус 1, чтобы всего 2 в степени k минус 1 коэффициента было. И, значит, вот такое сообщение, мы что делаем по существу? Мы, во-первых, считаем его значение во всех точках поля, то есть таблица его значения берем. p от x, то есть p от альфа 1, там p от альфа 2, во всех точках поля. А кроме того, мы еще дополнительно, применяя каждому блоку внутренний код Возенкрафта, мы еще дополнительно умножаем каждый из них на альфа соответствующая. То есть берем альфа 1, p от альфа 1, альфа 2, p от альфа 2, ну, и так далее. Альфа 2 в степени k, p от альфа 2 в степени k, на степени k. Ну, или по-другому можно сказать. Просто мы записываем таблицу значений не только самого многочлена, а также еще этого многочлена умноженного на x. То есть кратко можно сказать, таблицы значений многочленов, таблицы значений многочленов, p от x самого многочлена, еще x на p от x. Ну, и все это у нас получается элементы поля, но мы их воспринимаем как биты. То есть каждый элемент поля из два степени k элементов заменяем на соответствующую k битовую строчку. И вот это то, что называется код юстного Возенкрафта. Значит, получается код вполне конкретный. Ну, то есть он задается, если вот выбирать, как мы для определенности внешнего кода, вот такие параметры. Одним параметром k имеет, значит, имеет кодовое расстояние 1 четверть, скорость 1 четверть. Кодовое расстояние примерно такое же, как у кода в Форне. И он совершенно явный. В отличие от кода Форне, не нужно нам перебора для того, чтобы найти, значит, жадным алгоритмом внутренний код на границе Гилберта. Мы просто явно пишем кодовую, там можно писать кодовую таблицу. Вот в этом его преимущество. И вот в этом идея юстного. Вот, значит, про коды Возенкрафта юстного форме я больше ничего добавить не могу. Значит, если есть вопросы, спрашивайте сейчас, потому что мы двинемся дальше. Так, хорошо, значит, вопросов нет. Тогда, значит, вот следующая тема – это оценки Плоткина. Это у нас будут нижние оценки опять на существование кодов с данными параметрами. Зачем они нужны? Давайте вспомним, скажем, для бинарного алфавита, что нам известно. У нас известно вот такие две оценки в терминах, значит, относительно кодового расстояния и скорость передачи. Одна оценка Гилберта называется, одна оценка Хеминга, ну или Volume Bound. Вот они примерно так. Значит, здесь единичка, здесь одна вторая, здесь единичка. Значит, эти две кривые идентифицируют вот две области, вот здесь кода нету, а здесь код есть. И возникать между ними такая большая очень неизвестная область. И особенно она большая вот для бинарного случая. Напомню, мы универсали как уровень 2. Вот в этой части, внизу, вот эти две кривые сильно расходятся именно внизу, то есть когда К на Н близко к нулю. И возникает, естественно, вопрос все-таки, а можно, скажем, построить код с кодовым расстоянием, ну скажем, в 52%, чуть больше 1,2%. Так вот оценки Плоткина запрещают такие коды. Они говорят, что для бинарного случая больше чем 1,2 не бывает кодового расстояния. Значит, оценка Плоткина, она запретит вот всю эту область, на самом деле. Вот эту вот всю эту область она запретит для бинарного случая. А в общем случае она запретит все больше. Вот у нее она будет объяснять, что не бывает кодов лучше с ДНН лучшим, значит, Q-1 на Q. Вот это вот предельное возможное значение будет в общем случае Q-1 на Q. То есть вот здесь кода нет правее. В общем случае это для произвольной Q. Произвольный алфавит. Ну, это как бы был некоторый анонс. Нам надо объяснить почему, то есть перейти к доказательству. Ну, и более точно сформулировать теоремы соответствующие. Ну, вот я начну. Значит, удивительным образом оценки Плоткина доказываются с помощью довольно красивых геометрических рассуждений, которые сами вообще по себе интересны. И удивительно, что в курсе геометрии я вроде не встречал ни разу их. Поэтому мы сейчас вообще отвлечемся и поговорим немножко про обычную геометрию ВРН. Давайте я черту приведу, символизирующую, что мы отступаем вообще от теории кодирования. Вот такой есть интересный вопрос. Вот у нас мы хотим набрать какое-то количество векторов ВРН. Давайте читать единичное по длине иксы. Значит, единичное – это так, чтобы они попарно образовывали друг с другом как можно более тупые углы. Например, в ВРН можно заметить, что оптимальным способом будет нарисовать таких три вектора, которые между собой образуют углы 120 градусов. И можно доказать, ну, сейчас мы докажем, что ничего лучше и не придумать. В ВРН можно нарисовать два вектора, которые образуют углы 180 градусов. Там плюс один и минус один. ВР3 будет немножко получше, ну и так далее. Чем больше размерность, тем можно больше векторов, во-первых, сделать, которые попарно тупые углы образуют. А во-вторых, и сами углы эти можно, значит, извиняюсь, как мы сейчас увидим, что сами углы как раз от размерности не зависят. Вот это и будет теорема Плоткина, геометрическая. Ну, давайте, чтобы не путать с самими оценками Плоткина, называйте просто геометрическая теорема 1, геометрическая теорема 2. Значит, геометрическая теорема 1. Вот она, что будет говорить. То есть, условия. Пусть у нас имеется N большое векторов единичной длины в расстранстве Rn. N маленькая, значит, у нас N большое и N маленькая. Нам известно, что их скалярное произведение попарное отрицательное. И давайте скажем, что они там меньше некоторого минус эпсилона положительного. То есть, эпсилон положительное. И, ну, для всех просто пар различных, естественно. Вот. Тогда утверждаются две вещи. Во-первых, эпсилон, вот этот эпсилон, который чем больше, тем это углы более тупые. Так вот, эпсилон не может быть больше, чем единица на N-1 с одной стороны. А второй страна размерность не может быть, наоборот, меньше, чем N-1. То есть, чтобы поместить, разместить N попарно, N векторов с попарно тупыми углами, размерность должна быть не меньше, чем N-1. Ну, вот как мы видели на предыдущей картинке. Вот. Три вектора можно разделить в двумерном пространстве, четыре в трехмерном, пять в четырехмерном, ну, и так далее. Меньше размерности не хватит. Это вот вторая часть. А первая часть говорит, что, ну, какую бы размерность мы вообще не взяли, а сами скалярные произведения не могут быть очень маленькие. Ну, давайте посмотрим у нас на примере. Вот здесь у нас было три вектора, а скалярное произведение – это косинус угла 120 градусов. Здесь были минус одна вторая. Вот. Это косинус 120 градусов. То есть, скалярное произведение, как вот соответствующее вот с этой неравенством, не может больше единицы на N-1. У нас N было равно трём. Значит, у нас тем самым одна вторая. Ну, точнее, минус одна вторая. Вот. Значит, это первая часть – это геометрическая теорема. А вторая часть говорит, что, на самом деле, всё тут достигается. То есть, эти оценки оптимальны. То есть, и то, и другое. И оптимальное значение ε на размере сможет достигнуть единым образом. То есть, любого N, ну, там, начиная, можно считать, с двух. Значит, вообще непонятно, что могло значить. Существует как раз N большое векторов. Но я не буду писать, что они единичной длины. Повторять. В R N минус одномерном пространстве. Для которых скалярные произведения как раз достигают вот этой оценки. минус один на N минус один. Ну, вот, для N равно двум мы видели как раз на картинке на предыдущей. Для N равно трем. А для N равно двум это вообще очевидно. Надо взять просто плюс и минус один. Так как раз будет минус один скалярное произведение. А размерность как раз будет один. Вот. И давайте вот это докажем. Ну, начнем с первой части. Значит, первая часть. Ну, первая часть опять из двух частей. Про ε и про N маленькая. Про размерность. Про ε это совсем просто. Мы, чтобы доказать, что ε не может быть маленьким, мы просто возьмем сумму всех наших векторов. И возьмем скалярный квадрат. Вот. Ну, ясно, что скалярный квадрат любого вектора не отрицателен. То есть, это получится число больше равен нуля. А с другой стороны, мы можем явно его оценить, наоборот, сверху. Ну, когда мы раскроем скобки, пользуясь дистрибутивностью скалярного произведения. Значит, мы что же получим? Мы получим N квадрат членов попарных скалярных произведений. Из них N будет иметь вид X1 на X1, X2, X2 и так далее. И эти N, каждый из них будет до склада 1. У нас будет N таких членов, каждый по единице. Значит, а дальше у нас останется N на N-1 пар. Это будет попарное скалярное произведение уже разных векторов. И про них мы знаем, что они все не больше, чем минус эпсилон. Значит, мы можем умножить это на минус эпсилон и получим оценку сверху. тогда. Вот. Получается, смотрите, что 0 меньше либо равно N плюс N на N-1 минус эпсилон. Ну, если сократить на N, то это означает, что 0 меньше либо равен единица плюс N-1 на минус эпсилон. Ну, или по-другому. Значит, эпсилон на N-1 меньше либо равен 0, что как раз, ой, меньше 1. Вот. Ну, что как раз дает искомую оценку, что эпсилон меньше равно 1 разделить на N-1. Вот. Это первое, вот это вот мы доказали, первое неравенство. Как доказать второе неравенство? Ну, второе неравенство, значит, в сущности, что говорит? Что у нас количество векторов не может быть больше, чем размерность плюс 1. Ну, это как, естественно, доказывать? Удалив один вектор, ну, давайте какой-нибудь выберем вектор X1 и выбросим. Ну, или лучше, наверное, XN и выбросим. И останется у нас какое-то количество векторов N-1. И надо доказать, что они линейно независимы. Просто докажем, вот, что X1 и XN-1 линейно независимы. Ну, и тем самым, раз они линейно независимы, не может быть больше N штук, что нам и нужно доказать. Значит, а как мы это докажем? Ну, вот мы, допустим, вопреки предположению, что они независимы, что какая-то линейная комбинация нетривиальная. То есть, лямбда 1, X1 плюс и так далее. лямбда N-1, XN-1 равна нулю. Вот. Теперь, докажем, что в этой линейной комбинации обязательно какие-то лямбда... Значит, комбинации не будем считать, что здесь мы выпустили все нулевые члены мысленно. Значит, вот какая-то нитриальная сумма, но есть положительная лямбда и отрицательная. Докажем, что обязательно должна быть лямбда разных знаков. Докажем, что лямбда имеет разные знаки. Не может быть, что они, допустим, все положительные или все отрицательные. Вот. Ну, как это доказать? Ну, допустим, они все положительные. Значит, допустим, иначе. Допустим, иначе. Тогда вот эту сумму мы все можем умножить на XN. Значит, смотрите. Скалярно. Значит, тогда вот на тот вектор, который мы выбросили. Так что получается? Лямбда 1 на X1 XN плюс и так далее. Лямбда N минус 1 на X1 Ну, естественно, это равно 0, потому что мы 0 умножаем скалярно на X1. Но, с другой стороны, ведь мы знаем, что вот эти все скалярные произведения, они все одного знака, а более точно они все меньше нуля. И получается, что у нас суммируется отрицательное число с коэффициентами одного знака, с лямбдами. Ну, и получается противоречие, очевидно. Не может так получиться ноль. Тем самым мы знаем, что если есть какая-то линейная комбинация вот этих N, значит, ну, то есть не есть ли есть. Мы знаем, что есть нейтериальные комбинации, знаем, что там разных знаков лямбда. Ну, то есть давайте мы тогда перенесем просто все положительные лямбды в одну часть, отрицательное лямбда в другую. У нас получится вот такая комбинация лямбда и иксы каких-то, равняется сумме каких-то, допустим, да, этих целей. Мюжи иксы. При этом теперь у нас все лямбда и и мюжи одного знака. Ну, будем считать, что больше нуля. Тогда противоречие мы получим вот как. Значит, смотрите. У нас равенство двух векторов. Значит, то есть это на самом деле один и тот же вектор, представлен двумя разными способами. Давайте мы возьмем скалярный квадрат этого вектора. И разложим просто. Возьмем лямбда и иксы плюс. И просто умножим. То есть умножим и навиславить скалярным образом. Скалярно правую часть этого равенства на левую. Если здесь разложить скобки, то будет сумма лямбда и имижи на иксы на иксжи. Значит, здесь вот эта строка меньше нуля. И получается, что вся эта сумма, она отрицательна. Но я напомню, что мы считаем, что это комбинация нейтральная. Значит, считаем, что и в правой части, и в левой что-то есть. То есть какие-то лямбда и имижи, они действительно строго больше нуля. Там что-то нейтральное есть. Поэтому вся эта сумма строго меньше нуля. Ну, а с другой стороны, это скалярный квадрат некоторого вектора, который не может быть никак отрицательным. Вот. И тем самым получается противоречие. Значит, давайте смотреть. Вернемся назад. Что мы доказали? Мы вообще доказали, что вот это вот как раз второе неравенство. Мы доказали, что если удалить вот один из векторов, оставшиеся будут линии независимы. Значит, их не больше n, а всего, значит, было не больше n плюс 1. Ну, и это доказывает первую часть оценки Плоткина. Не оценки Плоткина соответствующего геометрического факта. Так, есть ли вопросы по поводу вот этой первой части? Мне все понятно. Все понятно. Хорошо. Спасибо. Вот. Ну, теперь вторую часть. Надо доказать, что это все достигается. Но это проще, потому что здесь конструктивно явно эти вектора можно предъявить. Значит, вот вторая часть, значит, наша цель, я напомню, построить в n минус одномерном пространстве n векторов с маленькими скалярными произведениями, ну, единичное, как обычно, по длине. А маленькие, значит, минус 1 на n минус 1. И все. Вот. Ну, будем действовать индукцией. Значит, база, ну, в качестве базы можно взять, допустим, n равно 2. Ну, и взять просто, как я говорил, это совсем просто, в одномерии можно взять плюс и минус 1. И как раз будет вектор плюс 1, у вектора минус 1. И как раз будет минус единица скалярных произведений. Поэтому интересен только индуктивный переход. от n, значит, n плюс 1. Ну, то есть, что значит? Вот нам даны уже x1, xn с нужными свойствами. Давайте его так в столбик нарисуем. И вот для них это верно. То есть, у них там тупые углы достаточно большие. И они живут в n минус одномерном пространстве. Вот они живут все. В r, n минус 1. Нам что нужно сделать? Во-первых, мы можем размерность на единичку увеличить. То есть, к этим векторам можно добавить новую координату. И еще к ним, более того, нужно один вектор добавить. Значит, сделаем следующее. В качестве новой координаты мы добавим все 1 на n. То есть, вот просто возьмем все эти вектора и в качестве новой координаты мы добавим 1 на n. Это будет вот новая там x1 с волной. Ну, естественно, так просто нельзя сделать, потому что они перестанут быть единичными. Нужна некоторая нормировка. Мы их поэтому, прежде чем добавлять новую корта, то мы их умножим на нормировочный коэффициент. Давайте его через альфа обозначим. Значит, ну и легко посчитать, каким должно быть альфа. У нас, вообще-то, норма x была равна единице. Значит, при норме x с волной, она тоже даже матерная единица. Вот, но, значит, квадрат нормы получается очень просто. Мы должны квадрат нормы x, которая единица, умножить на альфа в квадрате и добавить. Вот новая координата — это 1 на n квадрат. Ну и должно получиться единица, поэтому ясно, что в качестве альфа у нас годится нам только корень из 1 минус 1 на n квадрат. Вот, давайте такой альфы выберем. И так получается новые вектора из старых. Ну, нам еще один вектор надо будет добавить, но давайте пока с этим еще разберемся. Для них нужно проверить, что у них правильное скалярное произведение попарное. Значит, ну что же получится, если умножить скалярный x с волной на x с волной? Ну, у нас там было, я напоминаю, минус 1 на n минус 1. Но за счет того, что мы их умножили на альфа, это еще умножится на альфа в квадрате, которое есть условие n квадрат минус 1 разделить на n квадрат. Вот, это как бы то, что получится, если перемножать попарно старые координаты и складывать. Но еще добавляется новая координата, она у них у всех одинаковая, единица на n, то есть будет плюс единица на n квадрат еще. К этому добавится. Ну, и видно, что мы так подобрали, что все сошлось. Значит, вот n квадрат минус 1, это n минус 1 на n плюс 1, и поэтому n минус 1 сокращается там у нас. Будет минус числителя n плюс 1 на n квадрат. Еще плюс 1 на n квадрат. Ну, вот единица как раз сокращается, и будет минус 1 на n. Ну, сначала у нас единица сокращается, а потом в числителе изнаменатель n сокращается, и будет минус 1 на n. Вот как раз к этому и стремились. У нас вот было минус 1 на n минус 1, но за счет увеличения n на единичку должно стать минус 1 на n. Вот, то есть эти искомые вектора мы правильно преобразовали, сохранив все условия. И надо только найти еще один вектор, xn плюс 1, сволной. Ну, его очень просто найти, у него надо везде взять нули во всех позициях, кроме новой. Ну, а в новой надо просто взять минус 1. Во-первых, мы получим, что это тоже единичный вектор. Ну, и видно, что скалярное произведение этого нового вектора со всеми старыми, как и должно быть, это будет минус 1 на n. Потому что, значит, старых координат у нового вектора нет, но в том смысле, что они нулевые. Поэтому при вычислении скалярного произведения будет только перемножаться последние координаты, но они... Вот... Да, вот это я боялся, что у меня горло будет пустой. Значит, минусы... Сейчас я выпью воду... да 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 значит получается минус 1 на я как мы хотели вот значит это первое геометрический факт нам понадобится для получения первой оценки плоткина да кстати я хочу сделать перерыв потому что через 7 минут сделаю перерыв коротенько 7 на 5 минут что мне можно было отдохнуть а вот но для второй оценки плотки нам понадобится похоже еще не утверждение вот которым он за геометрический факт номер два геометрическая теорема 2 она будет примерно о том же значит в ней будет опять у нас n большое векторов ну это условие допустим у нас n большой векторов живут опять в маленько да кстати забыл спросить если вопрос по второй части нет вопросов вот хорошо теперь значит вот пусть они живут тут и на этот раз нам известно ну да читаешь все единичное как и раньше ну хотя важно только будет что они сейчас уже они нулевые и скалярные потому что нам сейчас важно будет что углы между ними не обязательно тупые они могут быть и нулевые сейчас 90 градусов то есть скалярное произведение меньше либо равны нуля вот в первом факте у нас важно было что они меньше строго нуля то есть углы тупые а теперь мы будем предполагать что просто меньше либо равна нуля тогда векторов уже может быть больше но не слишком больше там у нас было значит векторов в н мерном пространстве маленько мерном было не больше чем n плюс 1 а теперь 2 и окажется вот при таком условия n не может быть больше чем 2n ну n большая не больше чем 2n и доказывается это вот как ну очень похоже с предыдущим вам уже будет легко слить доказательства потому что мы будем использовать ровно ту же идею что и раньше мы будем один и тот же вектор возводить взять и брать его скалярный квадрат еще как это доказывается спасибо значит во первых давайте мы среди наших вектора выберем максимальную линейную независимую подсистему там x1 xd это вот базис в линейной оболочке вот этих векторов наших вот и мы сейчас докажем что всего их не больше на самом деле чем 2d ну поскольку d уж точно меньше n то этого конечно достаточно значит как мы собираемся это доказывать сначала мы возьмем любой вектор ну из тех которые не входят в базис и насчет его разложим через базис давайте выберем просто произвольно сейчас деньги напишу выберем пусть там к произвольная но больше d и вот этот вектор произвольные но не входящий базис мы имеем право разложить по борису и мы утверждаем что значит здесь должны быть только отрицательные коэффициенты значит утверждается что все лям д и меньше либо равна нуля вот значит допустим иначе то есть я ну ты меня отвлекаешь допустим здесь есть положительные коэффициенты вот но тогда мы сделаем следующее мы перенесем все отрицательные в левую часть то есть напишем xk плюс минус лям д с xs в левой части и и в правой значит ну там лям даты их назовем xd вот значит теперь у нас и справа и левой части частях все коэффициенты положительное и более того а правая часть вот это вот не пустая то есть действительно что то есть а дальше вот мы примем тот же самый трюк мы вот этот один и тот же вектор по существу который разложен двумя разным представлены разными способами мы его возведем в квадрат то есть иными словами мы возьмем скалярно вот этот на этот вектор значит что же у нас получится ну с одной стороны у нас получится строго больше нуля значит вот просто возьмем вот этот реактор и умножим вот на этот значит получится строго больше нуля но во первых ясно что должно быть больше в равно нуля но почему именно строго но потому что вот эта часть не пустая это какая-то нейтериальная комбинация элементов байвиса сейчас она у нас не может быть нулевым вектором сейчас одну секунду почему не может быть а ну да конечно здесь у нас во всем это выражение кроме вектора xk все остальные векторы это вектор избавиться поэтому раз это не треальная комбинация она не равна нулю господи ну как ты мне мешаешь ли значит скалярный прошу прощения скалярный квадрат строго больше нуля с другой стороны ясно что он меньше либо равен нуля потому что если мы раскроем вот здесь скобки у нас же все вот эти коэффициенты одного знака они больше равен нуля все скалярное произведение тоже одного знака попартные они меньше равен нуля получается противоречия вот значит таким образом все вектора которая не входит в базис выражается через базис с помощью отрицательных коэффициентов теперь значит что мы хотим доказать что во второй части ну то что не входит баз не больше чем до векторов ну допустим их больше да то есть вот эти всего вот м больше чем 2d и тогда вот из второй части они будут то есть друг с другом независимы потому что всего у нас максимально независимое количество векторов это d а их там больше чем d не меньше чем d плюс 1 вот и тогда составим эту линейную комбинацию значит лямбда d плюс 1 x d плюс 1 плюс лямбда n x n равен нулю вот теперь смотрите у нас все дектора здесь не нулевые условия и вот эти все x и то и у них если их через наш байс x1 xd написать в координатах у них все координаты одного знака ну более того мы знаем что меньше либо равно нуля то есть когда мы выращиваем все эти вектора через байс у нас вот коэффициенты лямбда меньше нуля то есть их координаты в нашем байсе все меньше нуля поэтому как так может получиться что если вот все это записать в координатах что там получится ноль это может быть только так что у нас какие-то сокращения произошли то есть какие-то лямбда положительные а какие-то отрицательные только так то есть разных знаков то есть вывод существует положительная лямбда строго существует отрицательная ну и мы опять дальше можем применить уже тот же самый прием который много раз применяли мы берем просто положительные все в одну сторону лямбда и xg и пишем что это равно такой же сумме а с отрицательными здесь i лучше поставить здесь 0 g то есть мы опять один и тот же вектор представили а двумя разными способами при этом а значит мы сейчас знаем что в обоих частях на самом деле не нулевой вектор а потому что значит у нас по условию лямбда и ими уже у нас все больше нуля а такая сумма где одинаковая все коэффициенты она не может быть обнулиться как мы уже знаем за счет того что если коэффициенты наших векторов через то есть биос ну наши вектора в координатах писать в нашем биосе то там все будет одного знака поэтому значит вот эта сумма вот эти два разных вектора одинаковых то есть про прощения которые равны они оба не нулевые и мы опять можем скалярно умножить левую часть на правую лямбда и икси умножить на мюжи иксж значит с одной стороны опять мы знаем что мы строго больше нуля получим потому что это скалярный квадрат ненулевого вектора а с другой стороны ясно что если раскрыть скобки то за счет того что все лямбда и мю у нас больше нуля а попарные скалярные произведения меньше равны нуля у нас сейчас меньше нуля и 5 противовечивых вот так значит вот так доказывается второй геометрический факт есть ли вопросы какие-нибудь нет тогда перерыв значит это же 52 минуты я в 57 минут продолжу и и и Спасибо. 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 Давайте я вам доказать первую оценку Плоткина. Первая оценка Плоткина. Значит, что она говорит? Она говорит, в сущности, что максимально возможное кодовое расстояние для кубоковиного алфавита – это q-1 разделить на q. Ну, а более точно вот как. Значит, пусть… Ну, давайте так сразу скажем. Значит, максимально возможное число кодовых слов в коде… С d на n, давайте обозначим d на n, β, которая больше, чем вот этот максимальный предел, который я сказал, q-1 на q, значит, не превосходит. Ну, можно было бы сказать, просто число максимально возможное, тут просто, может быть, число кодовых слов в любом коде. Я неправильно начал фразу, но сейчас неважно. Значит, не превосходят. Такой величины. Значит, 1 плюс 1 разделить на вот это β умножить на q делить на q минус 1. минус 1. Ну, на первый взгляд, кажется, довольно сложная вот эта формула, но смысл-то вот в чем. Значит, представим себе, скажем, что для бинарного кода β, ну, чуть больше, чем q минус 1 на q, будет 1 вторая. Тогда максимальное количество, ну, допустим, 51%. Тогда вот здесь у нас будет что стоять? 51% умножить на вот на 2. Ну, вообще, для q, равного 2, здесь просто 2 бета минус 1. И это будет 51% умножить на 2, это будет 102%, минус 1, это 2%. То есть, количество кодовых слов не больше 51. То есть, если у нас фиксировано вот это кодовое расстояние, чуть-чуть, даже, может быть, чуть-чуть больше, чем вот это предельное положение, то тогда это вот некоторая, значит, константа, и число кодовых слов может быть тоже ограничено некоторой константой. Ну, ясно, что код, в котором всего константы кодовых слов, совершенно бесполезен, потому что там он может терять константу сообщений, несмотря на то, что там d на n может быть очень большим, n для кодового слова очень большим. Ну, значит, как это доказывается? Давайте, чтобы было проще, сначала разберем совсем простой случай, бинарный. Значит, в бинарном случае у нас тогда это будет единица плюс единица на 2, бета минус 1, надо доказать, что число кодовых слов не больше этого. Соответственно, q минус 1 на q, это 1 вторая, значит, бета больше 1 вторая. Значит, для бинарного случая можно даже совсем просто рассуждать. Значит, смотрите, мы берем вот наши предполагаемые кодовые слова x1, xn, и для того, чтобы использовать вот геометрический факт, о котором шла речь, выше, сейчас, может, даже факт нам не понадобится в этом случае, но сейчас увидим. Мы, значит, заменяем эти самые нули-единицы, но вообще давайте считать, что просто алфавит просто состоит из плюс-минус единицы. Тогда все наши вектора, они становятся... Давайте считать, что код у нас nk. То есть вектора наши имеют размерность с тем самым n, и их скалярное произведение, попарное, они выражаются очень хорошо через это самое, через расстояние Хейминга. Значит, мы сейчас считаем, что у нас, значит, вот все координаты это либо плюс, либо минус единица, то есть реально это плюс-минус один будет. И когда мы считаем скалярное произведение двух таких векторов, то у нас что же получается? У нас получается количество совпадающих позиций, которых у нас известно, что не больше n минус btn. И количество отличающихся позиций. Каждая совпадающая пара позиций дает вклад плюс один, каждая различающая минус один. Поэтому, значит, у нас btn различающихся позиций, и получается вот такая оценка. Скалярное произведение не больше, чем вот такая вещь. Теперь, значит, дальше смотрите про бета. Ну, дайте это упростим сначала. Напишем, что n на единица минус 2b. И про бета нам, мы знаем, что оно больше строго, чем одно второе. То есть это, значит, у нас меньше нуля. Но у нас, правда, сейчас они не нормированы, вектора. Ну, дайте их нормируем. Чтобы их нормировать, на счет надо разделить. Ну, на корень из n, видимо. Вот. Ну, тогда у нас будет все разделиться, естественно, на n. Это n сократится. И вот у нас получается единица минус 2b, что меньше нуля. Теперь, дальше нам оценка Плоткина, геометрический факт, говорит, что на самом деле это будет, не может быть, меньше либо равно, чем 1 на минус 1 на n минус 1. То есть, вот это вот 2b-1, это отрицательная вещь. А, нет, положительная. Значит, она меньше либо равна, чем 1 на n минус 1. Да, плохо здесь пишется. Сейчас здесь, зачем здесь. 2b-1, меньше либо равна, единица на n минус 1. Вот. Потому что это максимально возможное, значит, скалярное, отрицательное скалярное произведение для n-векторов. Ну, вот это ровно то же самое, что утверждает оценка Плоткина для q равно 2, что n, значит, не больше, а единица плюс единица на 2b-1. Просто переписанное неравенство. Вот. Ну, а в общем случае, нам нужно использовать не только первую часть этого геометрического утверждения, ну и вторую часть. Значит, вот как это делается. Значит, общий случай. Значит, в бинарном случае мы просто сказали, что давайте мы будем считать символы нашего алфавита плюс и минус единичкой. В общем случае так не прокатит, потому что в общем случае надо вот как действовать. Вот у нас пусть эти n большой кодовых слов, которых нам нужно доказать, что их мало. Мы каждый из них, каждый из них мы завеним на коротенький вектор чисто эвклидовой размерности q-1. А именно, мы вот пользуясь второй частью теоремы, значит, геометрической, выберем вот у нас q-букв алфавита, и, соответственно, мы возьмем y1q векторов, живущих в r q-1, единичных, и у которых скалярное произведение как можно более маленькое, то есть скалярное произведение как можно более тупые углы. Но конкретно мы знаем, что это можно сделать, что скалярное произведение единицы на q-1, и вот мы каждую букву заменим на соответствующий вектор. В результате у нас из этих x-ов образуются вектора x1 с волной, xn с волной, которые уже будут... Значит, у нас были вообще n-буквенные последовательности, а теперь будут вектора в n q-1, потому что каждую букву мы заменили на q-1, одномерный, значит, вектор. И их скалярное произведение опять можно оценить через состояние Хеминга, которое нам известно, чему равно. Значит, xe на xg, ну, опять их надо, на самом деле, чтобы применить, нормировать, потому что у нас вообще вот эти-то вектора y, а не по длине единицы, но в целом у нас будет длина сейчас куринизен маленького. Вот. Ну, давайте это отложим, а просто оценим сверху скалярное произведение. Значит, у нас не более чем n-b-t-n позиции, где они совпадают, и такие дадут у нас вклад единицы, потому что, смотрите, когда мы будем вычитывать скалярное произведение, мы можем разбить вот координаты на блоке по q-1, а внутри каждого блока, после чего мы перемножаем буквы, ну, или более правильно соответствующие вектора. И мы знаем, что если эти два вектора одинаковые, то это будет единица, а если разные, мы знаем, что будет минус 1 на q-1. Поэтому получается, значит, не количество совпадений n-b-t-n, а количество различий b-t-n. И, значит, дальше будет минус b-t-n на q-1. Это до нормировки. Но если вот пронормировать, как мы любим, то тогда у нас все это еще разделится на n. И будет, значит, смотрите, 1-b-t-b-t-n-q-1. Ну, давайте это, наверное, упростим. Значит, будет 1-q-1. Значит, q-1. Что-то, наверное, не получается. А, нет, ну, правильно. Значит, b-t-b-t-n-q-1. Это то же самое, что b-t-q-1 делить на q-1 плюс 1 на q-1. То есть q. Значит, будет b-t-q на q-1. Все верно. Это оценка сверху. И нам дано, вообще-то, что это меньше нуля. Потому что нам дано, что b-t-a строго больше q-1 на q. Это предположение оценки Плоткина. Ну, и опять мы должны применить эту самую первую часть, первая теорема, которая говорит, что вот это вот отрицательное число не может быть совсем уж отрицательным, а именно, значит, вот давайте мы его запишем с плюсом. Значит, b-t-q на q-1-1. Оно должно быть меньше или равно единице на n-1. Вот. Это просто по первой части вот этой первой геометрической теоремы. Вот. Ура! Мы получили то, что нужно. Потому что, смотрите, у нас количество кодовых слов входит в знаменатель в правую часть. Если просто это переписать, то получится, что n-1 меньше или равно единице разделить на b-t-q на q-1-1. Ну, это вот в точности, поверьте, то, что я и писал. Вот. 1 плюс 1 на b-t-q на q-1-1. Вот таким образом доказывается, значит, доказывается первая оценка Плоткина. А вторая оценка... Да. Есть ли вопросы? Все понятно. Все понятно. А вторая оценка Плоткина доказывается просто точно такими же рассуждениями, но уже с помощью второй геометрической теоремы, ну, я сформулирую. Значит, вторая оценка Плоткина. Значит, количество... количество кодовых слов любого кода с d на n значит, не меньше, чем q-1 на q. Значит, во второй оценке мы уже говорим, что кодовое расстояние относительно, оно, ну, равно этому пределу, не превосходит его. Ну, давайте просто лучше равенство так понятнее бы. Вот пусть у нас как раз на этой границе q-1 на q относительно кодовое расстояние, то такое количество слов не может быть больше, чем... Значит, не больше. Двойка умножить на q-1 на n. Ну, тут n это для длина кодовых слов. Давайте... n... Значит, q это мощность алфавита, а n маленькая это качество кодового слов. Ну, например, для бинарного кода просто 2 умножить на n. То есть, если для бинарного кода оценка Плоткина говорит, что если у нас кодовое расстояние есть относительно одна-вторая, то есть любые два кодовых слов отличаются в половине позиции там или больше, то таких кодовых слов не может быть больше, чем 2 умножить на n. dn это их длина. Ну, что есть ничтожное количество, поэтому по существу таких кодов не бывает. То есть там ничтожное количество сообщений только можно закодировать. Ну, и доказательство точно такое же, вот как у первой оценки. Мы вот берем эти n кодовых слов, преобразуем их описанным образом в x1 с волной, xn с волной, которые уже будут эвклидовые вектора размерности. Значит, каждую букву мы заменяем на ку-одномерный вектор. Вы знаете, получается размерность ку-1 на n. Значит, попарное скалярное произведение после этого будут все неположительны. Ну, так же, как и раньше это считается, потому что, значит, у нас давайте это бета-то обозначим. Скалярное произведение. У нас будет... Скалярное произведение относительно кодового расстояния. Опять у нас получается, значит, n-beta-n совпадающих символов, ну, которые дают вклад в скалярное произведение единичка. И минус бета значит n различающихся, ну, который дает там вот вклад минус 1 на ку-1, если вот такую замену делать. Ну, мы уже знаем, что это выражается как там n на единице минус бета-ку на ку-1. Вот. И у нас как раз бета подобрано так, что оно равно ку-1 на ку. То есть это как раз равно нулю. То есть раньше у нас было строго меньше нуля, потому что бета-то чуть-чуть больше было. А теперь у нас просто равно нулю. Значит, теперь мы знаем просто, что они все скалярные произведения меньшего нуля. Ну, и мы знаем, что вектора эти не нулевые. Потому что все вектора, на которые мы заменяли букву, они не нулевые. вот. И просто теперь уже по второй геометрической теореме мы знаем, что отсюда следует, что вот это количество не превосходит значит 2 на размерность. Удвоенная размерность. Но размерность теперь уже не n, как в бинарном случае, а ку-1 на n. Получается 2 на ку-1 на n. Вот и все значит про вторую теорему Плоткина. Ну, и напоследок значит я значит 10 минут остался. Я расскажу, что вот это вот значит вторая оценка Плоткина для бинарного алфавита она оказывается может быть ну достигнута значит с помощью так называемого кода Адамара. Значит, вот код Адамара будет иметь такие параметры. У него длина кодовых слов будет равна степени двойки там ну допустим два степени к скажем длина сообщений к плюс один и относительное кодовое растение половина длины. То есть раз код на пределе того, что что разрешает вторая оценка Плоткина. Относительно кодовое расстояние одна вторая и значит это нам говорит, что количество кодовых слов не может быть больше, чем удвоенная размерность то есть два удвоенная длина кодовых слов. Ну вот оно так и здесь видите значит количество кодовых слов то есть количество сообщений оно равно 2 в степени к плюс 1 и оно как раз равно удвоенной размерности 2m. То есть код Адамара он как раз на границе Плоткина лежит. сам себе ясно на практике он почти бесполезен потому что у него значит скорость передачи вообще безумно низкая. Но в теории он иногда используется для того или сего. Значит как строится такой код? На самом деле там есть два варианта кода Адамарфа это кажется называется Панчерд Адамарфа давайте по-английски вот а другой просто кода Адамара но я уже не помню какой именно как значит на границе Плоткина именно вот этот лежит значит сообщение в этом коде ну это тоже линейный код во-первых сообщение это мы будем понимать как к плюс один бит как задающая афинную функцию к переменах там f0 плюс f1 x1 плюс там f k xk значит где как бы это многочлен первой степени с коэффициентами 0,1 ну по-другому просто афинная функция вот и кодом является просто таблица значения код сообщения это таблица значения f то есть это похоже на код Риды Соломона только мы берем с одной стороны разница в том что у нас в коде Риды Соломона на одной переменной а здесь многих переменных и там степень была разрешалась большая а здесь только единичка то есть вообще обязательно линейный и можно проверить что здесь все сходится сейчас под кодов сло сначала проверим длина кодовых слов будет 2 степени к потому что у нас всего вариантов для значения x1 xk как раз 2 степени к каждый каждый x1 xk принимает 0 либо 1 а всего значит 2 степени к вариантов ну значит пример давайте какое-нибудь допустим вот у нас если сообщение имеет вид там 1 плюс допустим x2 ну пусть в примере 2 переменные значит тогда у нас вот это вот сообщение чем оно будет закодировано ну для определенности надо договориться как мы будем в порядке таблицу значений переписываем давайте скажем вот у нас 4 варианта 0,0,0,1 1,0,1 соответственно у нас значит значение в точке 0,0 оно равно единице в точке 0,1 оно опять равно единице сейчас мы считаем это x2 а нет если это x1 это x2 тогда у нас будет 0 0 в точке 1,0 это когда x1 равно единице x2 равно 0 опять 1 ну а в точке 1,1 опять 0 то есть вот у нас получилось кодовое слово 1,0 1,0 для вот этого сообщения но если например другое сообщение закодировать допустим x1 тогда у нас будет соответственно просто первый бит 0,0 1,1 вот так ну а если скажем у нас f равно просто единице за не единица будет вот ну и можно вообще переписать здесь все возможные кодовые слова но их тут немного значит равно двум значит их четыре да что-то я неправильно написал их должно быть восемь да ну кодовых слов восемь правильно значит кодовых слов восемь все восемь кодовых слов будут ну вот 0,0,0,0 это соответствует нулевому сообщению дальше 0,1 0,1 это когда у нас 0 плюс x2 дальше 1,0 1,0 это 0 плюс x1 дальше у нас будет значит 0 0,0,1,1 это когда наоборот вот это x1 дальше у нас еще будет 0,1,1,0 и еще четыре таких же отличающихся просто от этой инверсии значит 1,1,1,1 1,0,1,0 1,1,1,0 и если я не перепутал значит 1,0,0,1 а и вот вот такие все восемь слов соответствующим и что нам нужно проверить что в самом деле два степени к минус один кодовых слов получается но это довольно простая лемма что любые две афинные функции отличаются не менее чем в половине любые афинные функции fg афинные функции отличаются не менее чем в одной второй аргументов но это совсем очевидная вещь вот у нас пусть афинные функции вот такая скажем и вот g смотрите если у них линейные части одинаковые первый случай линейные части совпадают то поскольку эти функции разные предполагаются то тогда у них f0 не равно g0 и тогда они просто всюду отличаются у них вот эта часть одинаковая это различается и тогда расстояние между их таблицами вообще максимально два степня k а во втором случае у них должно быть отличаться какая-нибудь из линейной части ну допустим для определенности в одном есть x1 а в другой нет то есть тогда f имеет такой вид f0 плюс x1 и плюс там что-то а g имеет вид там g0 плюс и вот здесь и вот нет ничего дальше только x2 теперь смотрите тогда мы что можем сделать тогда они будут отличаться ровно в половине мест за счет чего потому что мы можем все возможные значения x-ов сгруппировать по на пары включив в одну пару те значения которые отличаются ровно в первую позицию ну скажем вот 0 там 1101 это первый а второй все то же самое только один вот сгруппированных вот такие пары то есть пара получается таким образом произвольным образом выбираем все позиции кроме первой а в первой ставим 0 и 1 так вот для каждой такой пары значения f и g будут разные значит смотрите изменение x1 оно меняет f и не меняет g поэтому значит если окажется что f от первого элемента пары равно g от первого то f от второго элемента пары наоборот не равно потому что первый элемент пары отличается от второй изменением x1 а изменение x1 f меняет а g не меняет таким образом каждая пара даст одно совпадение в таблице f и g и одно различие ну и тем самым понятно что количество совпадений будет равно количеству различий вот вот все про кота Дамара больше ничего не добавить есть вопросы нет ну тогда в добрый час кидаю этот самый кидаю тест сейчас чат открыть все кинул 29 минут 10 39 минут заканчивается можно задать вопросы если какое-нибудь условие не забывайте непроятное что это не забывайте Спасибо. 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 А во сколько нужно заканчивать еще раз? В 40 минут давайте, то есть через 3 минуты. Ну, через 2,5 минуты. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...